Илья Гобловича, она читает нам о галлюзии от Боназарова, поскольку Гоблович из Италии не смогла приехать из-за коронавируса. Итак, архитектура в жилобиси пределы сиенских политиков 15-го века. Фрагменты пределы, как изображены архитектурные сооружения, огромное множество. И весь этот материал абсолютно не систематизирован. И карматика, которую я надеялась провести сегодня, это только начало большой работы. Ее цель выявить наиболее репрезентативные образцы, организовать их хронологически и произвести анализ эволюции этих образцов на протяжении почти всего 15-го столетия. Архитектура сиенской живописи – это сложная тема, которая полна в окно как в источниках, так и в значительной библиографии, посвященной этой сфере. Для того, чтобы воспринимать эти памятники, необходимо иметь в виду нескольких характерных особенностей художественной жизни сиены, которые проявляются в созданных в ней произведениях. В первую очередь, это ретроспективизм сиенской живописи 15-го века, ее приверженность к набору художественных приемов, выработанных в сиене в период тречента в ходе золотого века сиенской живописи. А во-вторых, это особый способ взаимодействия, частичного принятия, и в то же время своеобразного переосмысления художественной художественной творчественности, с которой сиена непрерывно конкурировала. Подробнее остановимся на первой особенности ретроспективизма. И противотеятельный характер сиенцев к художественной традиции – это своего рода дальможение, любви к мастерам прошлого. В то время как два крупнейших историка искусства 20-го столетия, Роберт Коломни и Федерико Дзеи вообще отрицали существование сиенского возрождения как такового. Дзеи даже называл сиену в Асканской столице псевдовозрождения. Люди специалисты с этим не согласны, поскольку полностью невозможно обновить теми нововведений, то следовательность и временных художественных имитаций, которые, несомненно, присутствуют в работе сиенского художественного времени. В следующих слайдах можно увидеть прямые и косвенные заимствования художниками Патраченто из работ Симона Мартини и из работ Пьетро и Амбронжило Рецензи. Также Аланти Балова, сиянский художник, активный во второй, третьей, четвертях 15-го ряда, насколько бы вдохновлял принесение по храмам прожи Лорецетти, что воспроизвел его дважды в работе на аналогичный сюжет и в работе многовестия Захари с коллекцией Музея Накоя. Художник перенял из произведения Лорецетти структуру купольной базильки. Вариации 1450-155-х годов он почти полностью копирует архитектурную конструкцию, выделяя ее однажды чертами ренессансового сообщества. Больше всего это заведует куполем, напрямую отсылающим маску к куполу на низке. Вариации 1555-1650-го годов художник идет еще дальше, превращая трехнетную базилику в фантазийную конструкцию с администрацией и отсутствующими стенами, обнажая таким образом для зрительства, происходящее внутри церкви. Агромные сиянские пополов здесь уже целые четыре. На этот слайд вынесены две работы для того, чтобы проилюстрировать два разных подхода к изображению архитектуры вживуюсь. На первом у произведения архитектурная конструкция находится внутри изображенного поля, и мы смотрим на нее будто со стороны. Во втором произведении подход к ординальной ной. Границы произведения точно совпадают с границами изображенной архитектуры, тем самым стирая границы между реальным и изображенным седовой иллюзией о сезаренности запечатленных пространствах. Из-за довольно скромных размеров изображения второго типа не часто встречаются в пределах, поскольку создать оптическую иллюзию на доске такому аниманного масштаба не всегда была приоритетной задачей населенских художников. Она, например, о подобном подходе есть. В этом фрагменте пределы алтариарта Делла Вана выполненного с ассетом в 1423-1424 годах по заказу гипдей додобцев в шерсти для украшения Баркоева в церковном предприятии в Силене мы видим абсолютно симметричную и прохаркшенную конструкцию. Художник изобразил английский сюжет в классическом интерьере, отсылающем от частных структуре вазильки. Примуальное пространство прикрывает к престолу и святую. Мотив арк повторяется также в бюнетах и во входной арке в левой части произведения. Также, как и в случае с благостием захвата и Джованни Фопаова, передняя стена здесь отсутствует, чтобы открыть, нашему взгляду, официально тайн-печки. Боковые стены помещения с выпадкой границами доски. Однако отношения фигуры и архитектуры здесь довольно аналогичными. Фигуры выглядят слишком большими для этого пространства, и в теории некоторые из них не могли бы даже выпрямить свои взрослые изображенные в интерьере. Такое же аркаичное соотношение масштабов мы наблюдали в армете «Пределы дни ручки Барфоломэлландии» и «Пробовый цветок Бернардин», выполненного уже в 1470 году. Здесь действие происходит на главную точку Сиену, и от Сабриканко, и за спиной проповедника легко считываются очертания палаца-коммуналь, согнеющейся с Леон-капеллой палаца, который здесь по высоте чуть ли не превосходит сам дворец, которым в этом истории. Персонажи хоть не уступают в начале тем, что мы видели у Сассетта, все же есть размер на архитектурных конструкциях, которые их окружают. Сама палаца-коммунальность здесь изображена достаточно достоверно, это практически единственный пример архитектурного портрета, в кавычках формате «Пределы», где почти всегда мы будем изображать тот же самый дворец, а также Деркуса Франческо, но уже в крупноформатных произведениях. В этих двух работах, которые, как предполагалось, еда из частями одного алтаряда, художник избежал обращения и искажения пропорций, изобразил в довольно реалистичной манере людные проповеди в Сирии, свидетельством которых он, скорее всего, был сам. Интересно также, что здесь, на левом изображении, мы можем оценить реальный масштаб капеллы пристроенных палац Кмуна. Там вот разница очевидна. Тем удивительнее нам видеть архитектурный форум, созданный тем же художником, настолько увеличившим капеллы на предыдущем фрагменте в другой части той же самой пределы. В Нерочи и Бортловой Луандии изображают здесь архитектурные сооружения, предстающие в данном фрагментаре, на мастериере которого четко считывают сутки дверных фрагментов с одним лучком и двумя треугольными фрагментами. Эти архитектурные элементы к тому времени уже давно переключевали в архитектуре возрождения. В утверждении в этом может служить широко использование этого элемента такими архитекторами, как Альбертия, Боргенбески и Микелонс. Фасад из необработанного и неаполированного камня, изображенный художником, также отсваивается в палаце Медичи и Картин. Этот фрагмент Бриделла демонстрирует нам, насколько внимательны сиенские художники к нововведениям в сферах изжимой муси и архитектуры, а также их способность переосмысливать и комбинировать эти нововведения в собственных работах. Здесь это и упомянутые фрагменты в кампе в декоре фасада, декорированные рельефами капители конец и ордера, фангирующие входы, а также фангируемые колонны, поддерживающие элемент с фризом из крылатых в оружии. Еще одним примером подобного фрагмента может послужить фрагмент Бриделла отаря Плащиди, изображающий сок и иеронию. Здесь мы имеем дело с как называемым художественным анахронизмом, классическую архитектуру, изображенную в этих произведениях, отражает интерес к художнику патрачанной античности. Помимо помещения социальной ренессансовую архитектуру, художник изображает по самой жемотежде соответствующую современную моду. Справа мы находимся в последнем моде Господа, который, кажется, и вовсе не имеет отношения к изображенной сцене. Все это сделано для того, чтобы через анахронизм, то есть намеренное помещение в отец в одной эпохе, чего-то относящемуся к другой. Осовременить сцену и облегчить для зрителей ее восприятие, делайте его более близкое архитектула. Сцена разворачивается в прямоугольном буквальном помещении, слева отображен Иисус. На поле, в своем разном блоке, но поддерживая его и украинскими колоннами, накладывая их основания. Стена на заднем плане делится на два окна. Нижняя разделена карибскими пилястрами, на русские вертикальные партимены, а верхняя представляется об очереду по контреугольными фальтонами немецких пилястров. Ритм военских колонн и пилястр объединяет все пространство и позволяет воспринимать его, как совершая симметричное и гармоничное. Использование классических архитектурных деталей здесь объясняется желанием заявить об интересе к гуманистическому движению, процеленному на понимание классической традиции. В осадочности хочется обратить внимание на изображенный в центре проход в речной декорации, которая приводит достаточно глубину и позволяет иметь еще одну форму, где на постаменте располагается муроматная конструкция, напоминающая к пиле сиенского блоксистема. И теперь поговорим о втором факторе, припомянутом с самого начала. По влиянию флоренцев. Сиена действительно в протяжении 15-го века продолжает сохранять вокальные и художественные традиции, адаптировать к ним не все внешние влияния, а лишь те, которые не вступали в противоречие с существующим художественным местным контекстом. Даже в работах Викьента и Доминия Петибартол, которые по праву считаются биомерной в реалистической живописи в Сиене, лишь выношенно воспринимали флорентийские нововведения и применяли их в собственных работах довольно специалистическим образом. Именно вследствие этого создается удивительное сочетание сильной средневековой традиции, никогда в отчаянии не оставивших сиенских мастеров, и открытия флорентийских ренессансов. Помимо несомненной привязанности сиенских мастеров к средневековой традиции, новаторские флорентийские приемы могли приняться так медленно и выборочно, в том числе и независимое соперничество двух городов, где республики постоянно бросали друг другу вызовы, а флорентия в глазах сиенцев была самым сильным и самым опасным противником, имеющим перспективу распространить на сиену свою власть. В связи с этим флорентийские мастера получали художественные заказы в сиене только в исключительных случаях. Несмотря на несколькую конкуренцию, все-таки игнорировать художественное открытие в Флоренции в сиене не могли. Одним из таких редких примеров стал заказ Панателло пронзового рельефа Пер-Ира для сиенцевого коксистения. Эта работа демонстрирует открытие в области перспективы. Панателло работает в техническом чате, которое позволило ему создать в технике еще низкого рельефа многоплановую сложную перспективную астанцию. Это произведение публикло за собой немало изменений в подходе к изображению архитектур в сиенской живописи. Но стремление изобразить глубокое многоплановое пространство существовало в сиене и до прибытия многого рельефа Пер-Ира. Вернемся к лотарю арты Деллоуана с ассетами. Мы рассматривали сцену из Пер-Ира Тайны вечера, в которой наблюдалось некое количество. Здесь же художник демонстрирует тончайшее калимонии правил конструктивного построения пространства. Несмотря на напромождение декоративных элементов в обоих фрагментах Пер-Ира, представленных на слайде, сцена разворачивается в помещениях, развивающихся в глубь, образующих череду органично связанных между собой помещений. Модел Диджамани несколько десятилетий спустя воспроизводит в пределе алтаре Сан-Пьетро Мавилья пространство, очень похожее на то, которое мы видели в рельефе Донателло. Эта предела состоит из трех вытюдок по горизонтали досок, изображающих сцену из жизни Марии. Считается, что эта предела повторяет сюжеты, не дошедшие до наших дней фресок на аналогичные сюжеты, располагавшихся на фасаде госпиталя от Санта Мария Дэлл-Скал. Сиенский художник перенимает от Донателло ритм трех арок, отделяющих главные пространства сцены на первом плане, за которыми разворачивается череда других помещений, а за ними в свою очередь видятся еще другие. И на каждом из этих планов присутствует хотя бы одна человеческая фигура, благодаря которой отделение планов друг от друга становится более четким. Вдохновлялся фалентийским искусством и Джованни Дипаова, несколько работ которого мы рассмотрели ранее. Ее доска при висении в охрану из передаванного политика космотонной синтемы, хранится в музее Мидрополита. В первую очередь в этом произведении нас интересует центрическая в плане церковь, которая, на первый взгляд, напоминает конструкцию из фрезки Тайной Венчины Петра Луэнсейси в первую очередь в 14-м ряду. На самом же деле у этой работы есть еще более прямой предшественник – это принесение в охран из предававателя строца в Джинзилле до фабриара. Кажется, что вся генографическая схема полностью усоимствована за работ Джинзилле. Это подтверждается, среди прочих, повторением фигур двух хорошо одетых женщин слева, и парень нищих справа. Эта деталь служит морализирующим визуальным комментариям, отчеркивающим контраст между богатыми и бедными в отношении святого семейства, которое не было достаточно богатым, чтобы принести в жертву аванса. Из работы Джинзилле до фабриара Джоанни Дипаола перенимают также способ организации фона. Сцена у него разворачивается в современном тагентском городе. Слева от храма мастер размещает дворец в небольшом баконном консолях с трехчастным готическим окном, а справа дворец в спорте в монгаринских колоннах. Фрам в работе Джоанни Дипаола кажется более вертикально артикулированным, но, в общем, повторяет форму постройки из произведения Джинзилле. Совпадает также количество и тип колонн абстрактно-медальонных в компартиментах, готический мотив первопастной арки по внутренним оформлению церкви, а также бриллианты на дворцах формирующих храм. Несмотря на то, что совхоз между работами Джоанни Дипаола все же входит здесь некоторые статистические инновации. Фигуры... Фигуры, представленные им не такие большие, как у жителей, и соответствуют размерам изображенной архитектуры. Это гармоничное соглашение и пропорции создают пространство, которое воспринимается как более реалистичное. Другое важное отличие заключается в оформлении полухрама, который в сельянском произведении состоит из абстрактной мазарки, покрывающей все ступени. Иометрический дизайн усиливает перспективу, ведущую для зрителей в центре изображения, к сцене передачи Младенца Иисуса Святому Симеонову. Цвета уже армонидипового, более светлые, чем те, что используют Джоанзили, и они помогают воспринимать рамку плевку и почти прозрачную конструкцию как своеобразную рамку для изображения сцены. Этот мотив в центрической постройке будет в последствии переходить от работы в работу, немного изменяясь. Сана Ди Пьетром в середине 15 века изображает храм, более артикулированную горизонтально, а в центре помещает высокий ступенчатый алтарь, но общие почитания его все равно узнают и сам. Таким образом, эта архитектурная конструкция проходит сообразную эволюцию. Вообще кажется, что Джоан Ди Паула заинствует уже готовые схемы с художественным репротуаром других мастеров и затем адаптирует их под свою характерную манеру. Еще один яркий пример – это фрагмент пределы, на данный момент не идентифицированного Валентиха, на котором изображены сцены благоречения и изгнания Израиля. И тут, конечно, невооруженным взглядом взаимствование из работы франча, выполненными 10 лет ранее. Собственно, это и является итогом доклада, и в конце Валерия сообщает, что будет очень рада. Мы советуем предложение гритики и любой обратной связи, которую я законспектирую и переживаю перед данной почтой. Спасибо за внимание. Спасибо.